Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Но многие ждали в день рождения Пугачёвой какое-нибудь от неё заявление. Она его, естественно, не могла не сделать. Она уверена, это моя трактовка, скажем так, да, вы пишите в комментариях ваше мнение, уверена в своей правоте. Внесённый в перечень физлиц исполняющей функции астронового агента на территории РФ Артемий Троицкий поздравил её с днём рождения и получил от неё фотофото, который разместил и разместил подпись, которую она оставила. Естественно, с моей точки зрения, он не мог бы этого сделать, не дая разрешения самому Пугачёву. А мне кажется, мне так кажется, что он просто разместил, чтобы это было не от неё, чтобы опять не шумели, не говорили о ней, не подставлять, может быть, там всю семью опять начнут и так проверять собираются. Всё дело в том, что просто он выставил, ну вот как бы прислал другу или там знакомому, я не знаю, какие их отношения связывают. Она лезет на столб, значит, и вот такие вот строки. Интересно, что вы скажете на этот счёт. Значит, нет ничего зазорного, пишет Пугачёва, встать у столба, в кавычках, позорного. Во времена двуличия он предаёт величие. Значит, Пугачёва отправила Троицкому фотографию, на которой она предстаёт у фонарного столба, пишут СМИ. Музыкальный кредит не стал скрывать, что ему польстило послание к супруге Филиппе Киркорову, который раньше не всегда отвечал на его сообщения. Значит, поговаривают, что Пугачёва расстроена, как пишут СМИ, не только отсутствием мужа, но и тем, что гастрольный тур юмориста по США и Канаде обернулся полным провалом. Он, конечно, это отрицает, даже пригрозил тем, кто пишет это. Значит, сейчас же даже она не исключает возвращение на сцену сама. Друзья, нет ничего зазорного, встать у столба, позорного. Во времена двуличия он предаёт величие. Ну, о чём она пишет? Что она стоит у столба позорного. Сейчас, с её точки зрения, как бы так получается, что много говорят. Да, клевета, неправда. Вот она стоит у столба, в кавычках, позорного. Но во времена двуличия он предаёт величие. То есть, всё перевёрнуто с ног на голову и на самом-то деле поливают грязь великих и тех, кто прав. Ну, это её мнение, друзья. Вы знаете, я считаю, что тех, кто называет рабами-холопами, когда уезжают, когда нужно оставаться страной в любой момент, потому что, вы знаете, можно уехать в другую страну, а потом сядь в бомбоубежище, когда со стороны Ливана ракеты летят на Израиль. Миролюбивую страну выбрали. Но там молчать про военный конфликт. И здесь молчать, в общем-то, 8 лет. А потом взять, начать говорить, потому что муж общается с президентом сопредельного государства. То, что говорил её муж, понимаете, то есть, это, если она действительно убеждена в том, что она делает, что это вот так и есть, это просто фантастика для меня. Это просто вообще. Неужели нельзя не понимать и не видеть, что происходит на самом деле? Но мне кажется, они всё прекрасно понимают. Потому что муж её, внесённый в перечис в связи с исполняющей функцией иностранного агента на территории истории с министом Лива Галкина, он же на концерте сказал, что меня стали проверять ещё до отъезда. Что, мол, того, что там стал президентом, а ты тоже хочешь? Я думаю, они прекрасно понимали всё. И его просто так и на агентом не сделали. Формулировка же по получению иностранного финансирования. Вайкуле просто так не стало говорить, что Галкин он президент, вон, россияне, я к вам обращаюсь, как он сказал в последнем интервью, голосуйте вон за Галкина. Пусть Галкин будет президентом. Понимаете? То есть, у них были такие наверняка разговоры, может быть, были такие мысли, может быть, они, в принципе, когда объединились, все выступили против, они хотели эти миллионы подписчиков направить куда? Они хотели раскачать лодку изнутри, что называется, да? А потом, так сказать, на этой волне, вот, может, Галкин бы въехал на коне. Понимаете, в чём дело? А получилось по-другому. Конь въехал. То есть, ситуация получается в том, что во времена двуличия он придает величие, но не в этом случае, да? Друзья, интересно ваше мнение, что думаете на сей счёт? Пишите в комментариях, с удовольствием почитаю. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закреплённом комментарии в описании к видео для поддержки канала, кому нравится мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok